90% рабочих нефтедобывающих предприятий Казахстана отказываются вакцинироваться от коронавируса. На Тенгийском месторождении, например, это тормозит строительство завода. Об этом сообщил председатель Президиума Совета нефтесервисных компаний. Одна из причин отказа от прививки – комфортные условия на объектах для вахтовых сотрудников. Они получают надбавки к зарплате, если проводят в командировке больше положено по Трудовому кодексу времени. Перед тем, как заступить на смену рабочую неделю, проводят в изоляции. Как отмечает председатель Президиума, вакцинироваться в этом случае для них невыгодно, так как не будут повышенных коэффициентов. Отметим, что на объекты нефтедобывающих компаний уже поставили около 90 тысяч доз препарата. За два года президентства Касым Жумарту Такаеву удалось запустить масштабный пакет реформ, причем в самых разных сферах. Одним из его ярких политических решений стал запуск Национального совета общественного доверия, благодаря которому налаживают механизм прямого диалога между государством и обществом. Об этом говорится в аналитическом докладе известного казахстанского политолога. В своем труде эксперт изложил подробную хронологию проводимых системных реформ, а также инициативы Касым Жумарту Такаева. Президент осуществил запуск нескольких пакетов политических реформ. Первый был выдвинут им в декабре 2019 года. Это снижение регистрационного барьера для политических партий, введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в партийных списках, принятие нового закона о митингах, декриминализации статьи, о клевете и многое другое. Сейчас на стадии активной реализации второй пакет реформ, озвученный в сентябре 2020 года. Его основной инициативой является введение прямой выборности сельских акимов, а также целый ряд инициатив в сфере защиты прав человека. Третий был представлен президентом в январе этого года. Это уже выборность районных акимов, снижение избирательного порога для партий с 7 до 5 процентов, введение графы против всех в избирательных бюллетене и многое другое. По словам помощника президента, по политическим вопросам Ерлана Карина, по всем этим инициативам уже разработаны законопроекты, а некоторые уже приняты депутаты в разработку. Одним словом, идет большая работа сразу в нескольких направлениях. Принят ряд законов в рамках первого пакета политических реформ. Самым ключевым из них, я считаю, это новый закон о порядке проведения мирных собраний. Запущены второй и третий пакет политических реформ. В том числе в этом году пройдут выборы сельских акимов. Далее глава государства сказал, что после этого будем смотреть и думать о проведении выборов районных акимов. Есть итоги по экономическому блоку и по социальному. В поисках стимула для углубления сотрудничества президент встретился с послом Индии, крупнейшего партнера Белоруссии в Южной Азии. Поводом стало завершение дипломатической миссии Сангиты Бахадур. Дипломат пробыла в Белоруссии три года. За это время Минск и Нью-Дели смогли значительно нарастить товарооборот. В прошлом году он составил 575 миллионов долларов. Прилично, но недостаточно, уверена Александра Лукашенко, ведь Индия – третья экономика мира. В последние годы прорывом в двухсторонних отношениях стали контракты на поставку белорусских карьерных самосвалов. Во многом это заслуга нынешнего посла, ведь долгое время Индия оставалась для Белаза терра инкогнито. Наверное, настало время, когда надо заключать конкретные договоры и контракты и идти вперед. Я полагаю, что нужен некий толчок. Думаю, что хорошим бы был таким стимулом развития наших отношений, визит арендры моди в Беларусь. Бизнесмены из Кыргызстана подписали долгосрочный контракт с предпринимателями из Арабских Эмиратах о поставках крупной партии баранины. И это при том, что цена за килограмм продукта выше, чем в соседних республиках. Насколько сложно быть экспортером мяса в страны Персидского залива? Никто не знал кыргызское мясо. По килограмму мы продавали это кыргызское мясо. То есть, цену брали за килограмм, отдавали тушу целую. Предварительной причиной пожара на Невской мануфактуре стал умышленный поджог. Очаг возгорания находился в части комплекса, где занимались производством резиновых лодок. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на источник. Ранее были задержаны гендиректора бизнес-центра Невская мануфактура и его заместитель. Их подозревают в нарушении требований безопасности. О проблемах было известно еще до пожара. В ходе проверок МЧС, в частности, выяснилось, что помещения не были оборудованы системами автоматического пожаротушения и оповещения. В результате трагедии погиб один пожарный. Еще двое в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводится расследование. Губернатор Петербурга выступил за восстановление сгоревшего здания. Он отметил, что новое строительство на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно по закону. Французские виноделы оценивают масштаб ущерба от аномальных ночных заморозков, державшихся в течение прошлой недели. Правительство Франции назвало сложившуюся ситуацию сельскохозяйственной катастрофой. В департаменте Рона многие виноградники потеряли более 80% будущего урожая. Таких низких апрельских температур в регионе не было с 1938 года. Виноградари были попросту не готовы к такой природной аномалии, хотя потепление климата в последние годы уже заставило их проводить обрезку лозы позднее, чтобы задержать появление почек. Правительство Франции объявило режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве и обещает предоставить финансовую помощь. Национальная ассоциация винодела Франции предупредила, что потеря урожая приведет к сокращению производства в этом году и повышению стоимости продукции. Национальное собрание Франции поддержало законопроект об ограничении внутреннего авиасообщения ради защиты климата. Предполагается, что будут отменены рейсы, которые можно заменить поездкой на поезде. Так, чтобы путешествие длилось не более двух с половиной часов. Это ставит под удар, например, перелеты из Парижа в Леон или в Бордо. Исключение будет сделано только для стыковочных рейсов, если, конечно, авиакомпании захотят осуществлять внутренние перелеты только ради них. Министр промышленности объясняет необходимость таких мер высоким уровнем выбросов в авиации. При этом она заявляет о важности поддержки авиакомпаний, особенно сильно пострадавших из-за пандемии и санитарных ограничений. По оценкам консалтинговой компании McKinsey, рынок авиаперевозок может вернуться к докризисному уровню не раньше 2024 года. Критики ограничений для внутренних рейсов говорят, что это не лучшее время для нового удара по авиации. Экоактивисты считают одобренные меры недостаточно жесткими. Они предлагают, в частности, запрещать рейсы, если их можно заменить поездкой на поезде продолжительностью до 4 часов. Во многих странах мира священный для мусульман месяц Рамадан вновь пройдет в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. В Пакистане введен очередной локдаун. Богословы призывают верующих соблюдать санитарные требования. Большинство рынков и торговых центров в стране закрыты. Работают только овощные и фруктовые базары. Пакистанцы вынуждены выстраиваться в очереди, чтобы купить в Финнике неотъемлемую часть трапезы во время поста. В Египте в этом году, в отличие от прошлого, Рамадан пройдет без комендантского часа. В Марокко принято решение увеличить его продолжительность, а в Тунисе сократить. Правительство Иордании приняло решение пойти на послабление карантинного режима и позволило Пуданам посещать мечеть дважды в день на рассвете и на закате. В России в регионах Северного Кавказа не планируют ограничивать верующих, желающих совершить коллективную молитву. В Турции за резкого роста числа заражений коронавируса на период Рамадана вновь вводится локдаун, по выходным закрываются кафе и рестораны. Верующим запрещено собираться на вечерний прием пищи. Ранние власти Саудовской Аравии заявили, что в период Рамадана верующие могут совершить традиционное паломничество в священный город Мекку только при условии вакцинации от COVID-19. На западном побережье Австралии оценивают ущерб, принесенный тропическим циклоном Сыроя. Он привел к разрушениям. Десятки тысяч человек остались без электричества. В городах Калбери и Норгентон улицы усыпаны повальными деревьями и обломками построек. У некоторых жилодомов целиком сорвало крыши. Калбери находится примерно в 500 километрах севернее Петра, столицы штата Западной Австралии. Местные власти говорят, что в этом прибрежном городе повреждено около 70% инфраструктуры. Шторм третьей категории пришел сюда поздно вечером в воскресенье. Для лишившихся крова жителей обустроили три эвакуационных центра. В Австралии погибших и серьезно пострадавших от циклона Сыроя, к счастью, нет. Однако в Индонезии, на которую он обрушился ранее, погибло около 100 человек. Ударив по австралийскому побережью, Сырой ослаб до второй категории и далее, до тропической депрессии, но с проливным дождем и сильным ветром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова